Девушки отдыхают Если у вас с вашим ребенком случались какие-то неприятные моменты в школе, то кто за это отвечал и как вы разрешали эти ситуации? Ну а в гостях у нас сегодня Ольга Долганина, клинический психолог. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. А также Роман Митрохин, директор образовательного комплекса Покровский. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, когда думаешь о безопасности, в первую очередь приходит на ум контрольно-пропускной режим, высокие заборы, вахтер строгий, заходить только в бахилах и так далее. Ну а что происходит уже внутри школы, не совсем родителям понятно. Кто все-таки отвечает за внутреннюю безопасность в школе? И я не говорю там про то, что кто-то на кого-то нападет, а именно за, так скажем, что у ребенка что-то могут украсть. Кто-то его может ударить, преподаватель на него может накричать. Вот за такое-то, скажем, за настроение в школе безопасных, кто все-таки отвечает? Нет. Но все-таки есть в школе психологическая служба, есть психолог, что касается настроения и климата в коллективе. Но и в любом случае педагог, необходимо проводить некоторые мероприятия, типа сплочения коллектива, для того, чтобы не было вот таких явлений, как буллинга. Согласны вы с Ольгой? Согласна. Ну, я хочу сказать, что понятие безопасности, оно, конечно, комплексное. Но помимо заборов, стен, заграждений и физической какой-то безопасности подразумевается под собой и психическую, и эмоциональную, все правильно, то, что вы отметили. И функции обеспечения безопасности в образовательной организации действительно распределены. Если говорить о физической безопасности, это, как правило, административно-хозяйственная служба, это заместитель директора по управлению ресурсами, либо по административно-хозяйственным вопросам, либо какой-то специально назначенный человек, кое-где, я знаю, есть заместитель директора по безопасности. А если говорить о психологической, психической безопасности, то да, это служба психологов, это школьная служба медиации, это служба примирения. Она по-разному может называться в образовательной организации. Есть, например, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Есть такая. Участники образовательных отношений, это может быть учитель и ученик? Да, если вопросы касаются, например, не производственных моментов, а именно взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений, то они рассматриваются на этой комиссии. Слушайте, ну вот часто так это всё идеально звучит, что вот есть проблема, есть школьный психолог, но мы знаем, что в школах один-два человека, по-моему, в этой службе, как правило, трудятся на наши переполненные школы. И, допустим, что-то в классе происходит, допустим, есть какой-то конфликт, ну, допустим, среди учеников. Как вы вообще, как психолог, может об этом узнать? Ну, мы прекрасно понимаем, что дети, особенно чем старше они становятся, ближе к подростковому возрасту, они никому ничего не рассказывают. Безусловно. Как вы про это узнаете вообще? По идее, педагог должен иметь некоторые маркеры, по которым он может понимать, что что-то не так в коллективе происходит. Зачастую родители приходят с запросами о том, что у моего ребёнка что-то не так, о том, что у него сниженное настроение, или он приходит вообще с повреждёнными предметами, да, вещами какими-то, раниться мы порвали и так далее. Поэтому, как правило, плюс есть диагностические критерии. По идее, психолог должен проводить некоторые диагностические мероприятия, анкетирование для того, чтобы понять, насколько в данный момент психологическое состояние ребёнка стабильно для, в том числе, получения знаний. А школьному психологу вообще, насколько реально это сделать на несколько тысяч учеников, чтобы, ну, хотя бы где-то вот, где-то уловить какое-то такое нездоровое настроение? Я хочу сказать о том, что, конечно, на переднем крае взаимодействие с учениками и с родителями, это, конечно, классный руководитель. Каждый учитель, он, конечно, немного и психолог. И, конечно, толковый учитель, стоящий учитель, он видит, если вдруг какие-то сложные вещи происходят со психикой ребёнка, с поведением ребёнка. И вот вы знаете, мы, кстати, опирались, вот недавняя история с синими китами, помните, да, наверное, когда школы были тоже... Это вот эти группы смерти, я напомню, вот это всё, что в контакте было. Здесь как раз основную роль играли классные руководители совместно с родителями, естественно, с социальными педагогами, которые видели, что с ребёнком что-то, например, не так. И, ну, по крайней мере, могу точно сказать про нашу образовательную организацию. У нас классные руководители достаточно профессионально это видят. Далее, если они не могут урегулировать это самостоятельно, обращаются либо к школьному психологу, к социальному педагогу, то, как правило, работа сразу ведётся по нескольким направлениям. И психолог, и социальный педагог, и заместитель по воспитательной работе, и начинают анализировать. Ну, конечно, всё зависит от тяжести ситуации. Если сложный какой-то случай, то там всегда рассматривается комплексно и с семьёй, и с самим ребёнком. Я напомню, телефон прямого эфира 202-22-22, если у вас что-то похожее случалось в школе, дозванивайтесь до нас, давайте расскажем вашу историю. Ну, вот всё-таки, я вот знаю, бывают такие случаи, когда в классе, например, есть какой-то один ребёнок, совершенно неуправляемый. И ладно, там ему когда 7-8 лет, но когда он постарше, там уже действительно опасно становится. И вот он мучает не только учительницу, он мучает ещё и всех детей в школе, и, как правило, на него часто права никакой нет. Вот это же тоже опасно получается. Некоторые дети просто не хотят идти в класс и в школу, потому что вот такой вот разбойник там есть. Как вообще с такими? Ну, всё-таки, если с этим ребёнком там никакая работа не проводится, это некоторое бездействие всё-таки, мы говорим об этом. Но также не стоит забывать о том, что буллинг может быть и травля со стороны учителя, с чем мы, психологи, встречаемся. То есть, когда учитель травит ученика? Конечно, это могут быть какие-то насмешки, неуместные совершенно шуточки, уколы, да, поэтому сарказм какой-то, который совершенно неуместен в учебном процессе. Учитель, который повышает голос на ученика? Ну, это ладно, это хотя бы, да, а вот именно когда такое оскорбление завуалированное, типа, ну, можешь же, когда хочешь, или что-то тут прикидываешься, совершенно грубые высказывания. Вот это, наверное, проблема стоит острее, потому что с хулиганами хоть как-то можно решить этот вопрос. Ну, допустим, такой учитель и будет супер заслуженный, учил там 20 поколений до этого. И как-то обычно случается так, что даже до учителя эта информация не доходит, все ему как-то спускают с рук. Вот как с таким бороться? Ну, вот смотрите, вот как помните у Булгакова, да, кирпич ни с того ни с сего, как известно, да, ни на кого не упадет. И та ситуация с этим ребенком, который вдруг стал неуправляемым, если, тем более, то внезапно, надо искать, конечно, корень, где это. А если не внезапно? Вот он такой пришел сразу в хулиган. А вот здесь, значит, надо смотреть, какая работа с этим ребенком проводится, проводилась. Потому что зачастую речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. Это особенные дети, это особенная группа, и с ними особенная работа. И психологическая служба работает с такими детьми, ну, совершенно по-особенному. Я хочу сказать, кстати, что вот не так давно на уровне Министерства образования была принята концепция развития психологической службы Российской Федерации. И сейчас в городе активно ведется разработка этой концепции единой психологической службы, когда в каждом из районов будут, насколько я знаю, созданы подразделения, которые будут, ну, курировать те или иные направления деятельности психологической службы. Это, кстати, по-моему, будет очень хорошим подспорьем, потому что, действительно, зачастую психологов не очень, ну, не всегда хватает, не всегда есть люди. Ну, и плюс они не всегда компетентны. Не всегда компетентны. Психологи бывают загружены, может быть, не всегда типичной работы для психологов. Ну, да. Если в школе до пяти тысяч, сколько вот в вашей школе учится человек? Ну, вообще, в целом, по комплексу учеников, которые учатся на школьных площадках, три с лишним тысячи. Отлично. И сколько на них психологов? У нас достаточное количество. Вас хватает, да? Да, у нас достаточно развитая психологическая служба, потому что ставки психологов, они расчетные. И у нас в этом как раз наше преимущество образовательного комплекса в том, что найти там на 1,75 ставки психологов, там, двоих, проблематично. Еще найти их нужно, чтобы прийти и работать в школу. Ну, а все-таки, конечно, вот мы почему тему назвали «Идеальная безопасная школа, идеальные безопасные ученики». Есть такая фантазия, такое ощущение, что все-таки раньше как-то было поспокойнее, что ли? Нет, это иллюзия. Иллюзия. Да, вот здесь такую катастрофу какое-то дело, потому что по большей части классы-то и коллективы на самом деле сплоченные. И есть некоторые особенности, да, и всегда о том, что происходит с негативной точки зрения, мы будем раздувать до колоссальных размеров. Поэтому по большей части дети с удовольствием входят в школу. Да, это важно сказать особенно тревожным родителям, да, их мы наблюдаем намного больше, чем буллинга в школе. Поэтому здесь важно сказать о том, что не стоит бить тревогу тогда, когда ее банально просто нет. Вот здесь необходим вопрос к самим родителям также. Ну если говорить о буллинге, то буллинг это же явление социальное, оно характерно не только для школ, летние лагеря, какие-то... Да, даже для взрослых это офис, классический вариант буллинга, очень часто бывает. Ну взрослым родителям хотелось бы верить, что все-таки да, может постоять за себя. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, в эфире мы вас слушаем. К сожалению, не получилось. Вот по поводу тревожных родителей, могут они проверить или нет? А каким образом действительно родителям проверять, что с ребенком что-то не так? Конечно, мы можем установить везде камеры, следить там в круглосуточном режиме, но все-таки ребенок приходит со школы и ничего не рассказывает. По каким таким признакам, вот вы как психолог можете порекомендовать, на что родителям нужно обратить внимание? Ну, например, до того, если ребенок хорошо общался с родителем, делился с какими-то там успехами, либо неудачами, а тот раз перестал общаться. Изменение в настроении. Это отказ и в принципе такое желание, я не хочу идти в школу, вообще мне не нравится, почему не может объяснить. Это может быть опять же вещи, да, если что-то испортили странное, почему-то вроде новое купили и что-то не так. Но еще сейчас очень часто распространен кибербуллинг. Это что такое? А, это когда в чатиках у таких все происходит? Конечно, вот эти массовые чаты. Я знаю, что на сегодняшний день учителя категорически не вступают в эти чаты. Есть, например, там с одним родителем держится контакт. Но учителей туда и не допускают все-таки? Нет, как правило, наоборот, родители хотят, да, чтобы информация. Как правило, есть один родитель, которому пересылаются сообщения, и вся информация поступает в час, и уже родители там самостоятельно решают. Но кибербуллинг тоже очень распространен, и с развитием социальных сетей он только цветет. И мы как раз посредством этих сетей узнаем о том, что что-то ужасное происходит в школе. А у меня вот еще недавно были такие случаи, когда кто-то в школу пронес газовые баллончики. Ужасающий случай, когда ружье ребенок пронес. Все-таки есть еще охрана, которая на входе в школе работает. Насколько она эффективно вообще работает? Мы знаем, что в каких-то школах есть такие вот прирожденные вахтерши, тетеньки, мимо которых ни одна муха не пролетит. А в каких-то школах сидит дяденька-охранник, который, ну, как бы просто сидит. Вы как считаете, кто эффективнее? Я вам могу сказать, что самое эффективное, это тот педагог, который умеет это все разглядеть. Педагог ли это будет, либо сотрудник школы. Потому что бывают такие случаи, что и охранник просмотрит, что ружье... Потому что ведь мы, давайте скажем, что мы ведь не просматриваем вещи каждого ученика. Ну да. Ни сумку его не просматриваем, ни запазу хоть что он там несет. Но если в ребенке что-то не так, это учитель сразу заметит. Это же увидит и родитель, к слову говоря. Ведь посмотрите, правильно Ольга сказала о том, что надо коммуницировать, общаться. Если ребенок замыкается вдруг, это первый сигнал того, что... Что-то не так. Да, что-то не так. Но ведь посмотрите, мы вроде, мы сами себе говорим, да, мы общаемся с ребенком. Как дела в школе? Все хорошо, хорошо. Чем кормили? Что поел? Уроки сделал? Что получил? Все нормально, все. И на этом разговор окончен. С детьми надо разговаривать, чтобы дети там раскрытую какую-то более информацию давали. И отсюда вытаскивать какую-то информацию. Кто-то, и существует рецепт, что давайте залезем в телефон ребенка, узнаем пароль или еще чего-то. Конечно, это крайние меры, и возможно, это стоит делать только уже после того, если ты видишь, что-то не ладно. Это действительно, соглашусь, крайние меры, но это невероятно подрывает доверие. Поэтому без острой надобности не нужно оттуда лезть. А школа все-таки должна вмешиваться? Если вы знаете, что есть вот этот кибербуллинг, какой-то такой скандал раздут, какое-то непонятное видео, которое было снято в школе, распространяется, порочит честь родителей, ребенка и так далее. Школа должна в это вмешиваться? Ну, в какой-то степени, конечно, должна. В той степени, в которой может школа, не переступая границы дозволенного, границы закона о защите персональных данных или еще чего-то. Да, там, где есть необходимость разобраться, обязательно разбираемся. Тогда вот все-таки сейчас самое главное пожелание от вас, родителям. Как все-таки сделать так, чтобы пребывание вашего ребенка в школе было безопасным? Что могут для этого сделать родители? До этого нужно 7 лет, вот он идет в 7 лет в школу, вот до этого 7 лет нужно с ребенком хорошо общаться. А дальше хорошо общаться со школой, потому что в школе точно нет врагов, и школа тоже заинтересована в том, чтобы в школе было безопасно. Вот на такой ноте мы завершаем сегодняшнюю нашу беседу. Говорили мы сегодня об идеальной безопасной школе, идеальных безопасных учениках. В гостях у нас была Ольга Долганина, клинический психолог. Ольга, спасибо вам большое. А также Роман Митрохин, директор образовательного комплекса «Покровский». Спасибо, Роман, большое. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что общайтесь со своими детьми, и тогда они действительно будут чувствовать себя в безопасности. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания.